Ну что, день хороших новостей для Украины. Великобритания сняла запрет на применение ее вооружения, которое передается Украине по территории Российской Федерации, по каноническим территориям, международно признанным. То есть по оккупированным территориям Украины, которые Россия называет своей, типа там Крым-Донбасс. Уже и так не было запрета. А сейчас сняли еще запрет, сказали, что это наше дело. Куда мы будем стрелять британскими Storm Shadow. Но это еще не все. А еще Великобритания сегодня сказала, что будет на постоянной основе ежегодно передавать Украине на нужды военные. 3 миллиона фунта стерлингов ежегодно. Я вот так думаю, представляешь, даже не особо это впечатляет сейчас почему-то, потому что только-только сейчас Америка нам 61 миллиард передает вооружение. Как, думаю, так показать, насколько это значимо. И придумал. Вы знаете, сколько Украина тратила на военный бюджет, военный бюджет Украины до того, как нас Российская Федерация начала деноцифицировать и демилитаризировать. Посмотрел специально. Знаешь, в 2021 году, последним годом, перед большим вторжением, бюджет Министерства обороны Украины составлял 114 миллиардов гривен. Это на тот момент по курсу доллара составляло, сюрприз-сюрприз, 4 миллиарда баксов. А 3 миллиона фунтов стерлингов это 3 миллиарда 780 миллионов. Ну, то есть практически те же самые 4 миллиарда баксов. То есть демилитаризировались до того, что Украина сейчас, не сама Украина тратит, а Украине просто одна из стран будет ежегодно давать бюджет тот, который у нас был на Министерство обороны в 2021 году. Это, по-моему, эпично. А в 2013 году, когда мы отменили призыв в армию, да, было у нас такое, такие мы были воинственно настроены, у которых в Конституции было записано, что мы внеблоковая страна, что мы, у нас единственное, кто на территории был из вооруженных сил другой страны, это была Российская Федерация в виде своего вонючего, блин, Черноморского флота, который сейчас уже третьей частью на дне валяется, там рыб кормят. Да, так вот, в 2013 году, перед аннексией Крыма, перед тем, как Россия начала нас захватывать и усмирять, да, то есть бюджет Украины составил на все, и на вооружение Министерства обороны, и на СБУ, и на разведку, и на все-все-все-все-все-все, 1 миллиард 800 миллионов долларов. То есть вдвое меньше, чем сейчас нам дает одна Великобритания. По-моему, это эпично, это фиаско, по-моему, нет? Демилитаризировали, демилитаризировали, да не вы демилитаризовали, господи, да боже мой, да? Как же динафицификация в таком случае пройдет, если, может, это по плану-то? Тогда динафицификация, наверное, будет выглядеть так. Фуражку, которую там сейчас в храме вооруженных сил Российской Федерации, фуражка Гитлера, ее привезут в Украину на черепе, блин, Путина, да, отдельное тело. И это будет уже успех динафицификации. Слава Украине! Все будет Украина, ребятки. Сейчас и в 16-е подойдут. Все гораздо. Слава Украине!